Начинаем, дорогие друзья, просмотр карты Трейн в рамках четвертьфинала турнира Summer быстро капу номер один И у нас сошлись здесь РВ-18 и белорусский паблик Проигравший команду забирает 15 долларов и получает места с 8 по 4 включительно Ну а победители проходят в полуфинал, что тоже очень и очень круто Пока что, кстати говоря, размены далеко не на стороне белорусского паблика Мало того, что их четверо, так еще и начинают они не в самой сильной со стороне Со стороне, простите, со стороне, конечно же Ну, Левковец Будет ли фраг от капитана коллектива Велфлаж? Ну, нет, не будет, к несчастью А может быть и к счастью В общем, дорогие друзья, пишите в чатик, за кого болеете И, конечно же, еще раз повторюсь, приятного вам просмотра Счет на данный момент 1-0 И я знакомлю вас с коллективами Сергей, ты здесь? Да, конечно Познакомь, ребят, еще раз с коллективом РВ-18 РВ-18, первое место Экс, Лигар, Леончик, Филим Монус, Сайдекс и Пэр Ну, знаю, как читается, на самом деле верно этот Пэр, хэр Ну, я вот, в общем, вчера предполагал, что читается как Пэр То есть, как страх переводится с английского на русский, но тоже, конечно же, это далеко не точно Обычно смысл люди вкладывают в свой никнейм Какой-то свой И не всегда можно догадаться, что означает его ник А я познакомлю вас, дорогие друзья, с белорусским пабликом Это Левковец, Блоди Липс, Кровавые Губки, вот так вот Снупчик, Рафляночка и Бот, Бот Сайкс Потому что пятый игрок, к сожалению, отсутствует на данном этапе А вот, между прочим, игрокам атаки удается поставить бомбу на точке Б И Эксп Лигар вместе с Леончиком сейчас будут пытаться ретейкнуть все это дело При этом Леончик, кстати, вообще будет заходить в спину Но Кейтли успевает, конечно, делает минус по кровавым губам И Бот, до которого играл Снупчик, также погибает от рук Эксп Лигара Ну и счет у нас, в общем, становится 2-0 И я думаю, что как и я, так и вы будете ждать, конечно же, возвращения пятого игрока Чтобы смотреть полноценный Counter-Strike Но что-то у нас сегодня что в одной восьмой, что в одной четвертой матчи с Ботами К сожалению, Кошка Жужа на предыдущем матче вылетала у того самого сервера Ну, а теперь, как вы можете заметить, получается история В которой у команды белорусский паблик тоже нет одного Ну и выход частично под различные позиции И в доме есть игроки-атаки, которые байтят на себя внимание Но так я понимаю, что это все-таки будет точка Б Потому что по точке Б вроде бы топ-то много Но есть апдаун, позиция для очень-очень быстрой стяжки Которую лучше, конечно же, не прозевать Потому что если игроки обороны зевают стяжку через апдаун То можно потом просто взять и остаться без победы в раунде Рафляночка ищет возможность сделать фраг со своего дегла Но такой возможности никто не дает Ну, а выход на нижнюю волну сопровождается минусом от Ну, будем называть его все-таки, не знаю Ну, фер пусть будет Или, ну, пиаш все-таки читается как ф И ладно, короче Пхер Ладно, в общем, он Надеюсь, конечно же, он не обидится, когда услышит это Не в обиду сказано Завершающий минус от Сайзекса И это 3-0, дорогие мои друзья Хоть слово о цыганском таборе скажете? Не стыдно тащить свои команды? Интересное умозаключение, конечно Вот то, что я ожидал здесь Свою команду? Видимо, Саша, у тебя много своих команд Ты уже манагер целых команд Очень Я просто, я просто все 28 команд на турнир сам зарегистрировал Сам их собрал и сам нашел Какие свои команды, господа? Вы что? Я вас умоляю Комментатор и организатор Это два человека, которые не могут быть предвзятыми В принципе, просто по понятию Нам без разницы Мое дело комментировать Дело Сергея провести турнир так, чтобы все получили удовольствие Все получили свои призовые и так далее Не придумайте ничего и не впадайте в паранойю Если ваша команда не попала вдруг в эфир Не расстраивайтесь Завершающий минус от Рафляночки Раунд, к сожалению, был немножечко пропущен Внезапным появлением грубого комментария в чатике Но 3-1 И снова бот играет Да, и снова бот Я вот о чем и говорил как раз в предыдущих раундах Что у нас сегодня везет на матче В которых играют боты Ну, либо же командам сегодня не везет с составом Сегодня прям какой-то день Вай-вай-вай Не самый хороший Как минимум для двух коллективов Ну, главное, чтобы здесь теперь не было никакой машны Из-за того, что У нас вылетел пятый Давайте переиграем Бла-бла-бла Проблемы индейцев, как вы знаете, дорогие друзья Леончик Отличный хэдшот Тут просто вообще без шансов Я даже толком и разглядеть не успел Как удалось сделать этот минус Но его удалось сделать Справедливости ради Очень крутой фраг Прокидка под точкой B И, видимо, именно туда устремятся Парни из белорусского паблика Но, опять же Просто интерес в том, что уже Который раз За паблик играет, по сути, команда Которая до этого еще много раз попадала ко мне на эфиры Играя различные турниры ВКонтакте Рафляночка Разваливает просто кабинет за кабинетом Неожиданно Но, к сожалению, позиция очень и очень сложная Однако Сайзекс подставляется И так же получает Боже мой! Да ладно! Ой, вот это рафляночка Ни хрена не рафляночка на самом деле Просто влетаешь с ноги на точку B Делаешь 4 минуса И, оказывается, выигрываешь раунд Вот так вот все просто может быть, дорогие друзья Мы сделали систему замен максимально простой Не нужно ничего нажимать И что-то делать Просто заходишь на сервер Вместо кого-то из основы И играешь Я, разумеется, понимаю Все, абсолютно понимаю Любые правила И... Пытался ознакомиться с ними Да, конечно, на скорую руку Но... Тем не менее Что-то все-таки подчерпнул для себя И странно, да Когда у игроков есть замены Но они их не используют Что, еще один вылет? Нет Не еще один вылет Арома, приветствую Итак, эксп-лигр Вместе с Сайзексом Остались против Двух соперников Левковец у нас еще здесь Насколько я понимаю Немножко подвис Нет, не левковец А кто, подождите Бот, что ли, умер? Я сейчас... Вообще теперь путаюсь Из-за того, что бот На хелсбарах Всегда отображается Как живое существо Его никогда не убивают Сложно очень понимать Кто жив, а кто нет Но, однако, точно Что я понимаю В этой ситуации Что эксп-лигр Сейвится И, на самом деле У меня есть Небольшая боязнь За коллектив РВ-18 При учете Все-таки того Что они играют В сильной стороне Пятером Против четверых с батом Есть подозрение Что во второй половине Будет играться Еще сложнее Чем в первой А если уж еще и пятый Придет у белорусского Паблика То Тогда я вообще Боюсь что-либо Предполагать Пабло Все хотят Отхватить Вот и ставят Нормальные составы Ну, в принципе Это же ведь Никому Не запрещено делать Взять со своего Паблика Топ-5 Самых лучших людей И поставить Их играть Турнир И это право Абсолютно Каждой команды На самом-то деле Ну что Хаешки в сотню Без дмэйдж дилинга То есть Команда Белорусский паблик В этом раунде Решили снова Что-то там Немножко поджечь Под точкой Б И попытаться Как-то Выйти именно на нее Судя по всему Снупчик Минус апдауни И вот здесь Уже теперь Непонятно Выход-то будет На Б Или на А Потому что Внезапно Появляется И сотня У нас Рафляночка Ну а левковец С апдауна Приходит на А И дает Парный размен Хорошая И очень Уверенная Игра Капитана Команды Ройл флаж Да, именно так Можно выразиться Но ситуация Два в два Тем не менее Пока Или два в одного Подождите Да, два в одного Бот у нас Вроде Нет, два в два Все Господи Как сложно Ориентироваться С батом Снупчик И левковец Кстати Как и Дуримар И Нео Играют за одну Команду Рическая справка Ну а Фир Забирает левковца И Снупчик Забирает В это время Тиммейта Фира Эксп Лигра Теперь один в один Вот теперь уже точно Один в один Но снайперская винтовка Против Фамаса Конечно На трейне Непонятно Даже что лучше На трейне И снайперская винтовка Всегда Замечательный девайс Но с нее можно не попасть С Фамаса Берстами все-таки Ты хоть пульку Но попадешь Как правило Бомба забрана Забрана Есть вообще такое слово Забрали бомбу Короче Поставили ее Ну и вот он Начинается контакт И здесь Снупчик меняет Своё АВП На автомат Калашникова И выигрывает Эту дуэль При этом Белорусский паблик Они же белорусский сервер Врываются вперед А это уже Совсем дорогие мои друзья Не шутки Если поступит вопрос Опережу Опережу Вопрос Касающийся шутки Или не шутки А почему здесь Шутить нельзя Потому что нет экономики Частично нет экономики Кому-то хватает Только на Фамаса Кому-то только на Диглы На Диглы А вот кстати У нас игрок 228 вернулся Явился Не запылился Блин К восьмому раунду встречи Здравствуйте товарищ Здравствуйте Блуди липс Дабл килл Минус филимонов Минус леончик Следом еще и левковец Справляется с фиром Ну тут Лигру с Сайзексом Придется Выигрывать этот раунд Вдвоем Если вообще Конечно такая возможность Будет Но у Сайзекса Очень хорошая позиция Главное только Не прошляпить И Сайзекс Вроде справляется С тем чтобы Ее не прошляпить И более того Еще и победу Приносит своему коллективу Замечательная работа Два минуса И пауза От белорусского паблика Ну а счет у нас Кстати пока 4-4 Так пока Крас пауза Свернусь Там нашли Одного Мультиаккаунт Мультиаккаунт Это у кого Да Человек играет С 5 аккаунтов Периодически Ничего себе Ну название коллектива Я думаю пока Не стоит Или стоит Да Пока не 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 Пока думаю Все таки Неуместно было бы Говорить О том Кто Что и как Как только будет Какая то конкретная Информация Дорогие друзья Мы вам обязательно Все сообщим Ну а пока Что я вам хочу сказать Четвертьфинальные игры Пока Не А нет Идет В данный момент Женская власть Играет против Коллектива Пусси Пауэр Я так понимаю Наверное Их комментируют Кирилл с Денисом Да Наверное Я пока не уверен Они там В чате писали Сейчас я гляну Ну просто Других матчей Вроде бы как нет Все остальные Пока стоят Не пока отбой Там ведь аккаунт Обычный аккаунт Человек играет С 5 Желтых аккаунтов С его удовольствия Их чередует Там нет нарушений Нормально В таком случае Все честно Это его право Мультяк Дожили их Не истребить Ну в принципе В этом особо Плохого ничего нет Если у него 5 желтых аккаунтов И он Ну просто По фану играет Сегодня с этого Завтра с другого Ничего плохого На мой взгляд Даю сотую информацию На первое место Заменивается И вроде бы как Позиции на споте Б Все таки Игроки обороны Сдали Но можно ретейкнуть Учитывая факт Того что У игроков Атаки Нет девайсов Деглы Это конечно Пистолеты страшные Но их же Можно и не бояться Все будет элементарно Игрок 228 Погибает Но Снупчик На нижней волне Вместе с Рафляночкой Варя Работают Еще один минус От снупчика Но тут Просто Огромная Огромная Туча игроков Команды РВ18 Пришли И все таки Выбили Игроков коллектива Белорусский паблик С точки 5-4 Таточка Приветствую вас Приятного вам Просмотра Хорошего вам настроения Мирного неба Над головой Ну и так далее И всего чего Пошло Так Куча гранат В руках Игроков Белорусского паблика Это конечно же Намек На то Что-то будут взрывать И это что-то Позиция в торце И бедный Сайзекс Пытается Убежать Просто как можно дальше Чтобы больше Хаешек В него не прилетало И так до 45 ХП Порадили Но забрали при этом Эксп Лигра И Простите дорогие друзья Вполне возможно За этот минус Стоило бы ответить И пожестче Чем забрать Только игрока 2-2-8 То есть Можно было бы Попробовать Вырваться вперед Также помним ХК One Love Юра Приветствую Ваши ХК Проиграли в предыдущем матче Не знаю Юра Видели вы это или нет Но все плохо У них все плохо Еще они попытались Замашнить своих соперников Но ничего у них не вышло Снупчик Бладили По минусу Отличный прострел С пожарочки Сейчас прилетел Ой как прям Замечательно В голову Прям в бубен Четенько Ну Филимонову И Леончику Конечно предстоит Очень непростой Ретейк Но есть плюс Левковец Снупчик Очень мало Лайфбара Имеют у себя Это 5 и 8 Хелспоинтов И на Левковец Но нет Все таки нет Позиционно К сожалению Для коллектива РВ-18 Тут было все проиграно В момент Когда точка Б Была отдана Коллективу Белорусский паблик Таким образом 5-5 И вторая потная Каточка Судя по всему У нас намечается Дамы и господа Странно Очень сильная карта Для РВ В прошлом Сколько я знаю Они хорошо играли За КТ 5-5 Это Очень печально Да действительно 5-5 за КТ Это При учете того Что опять же Соперники играли С батом В начале Это конечно Пока достаточно Слабый результат И может быть У ребят Будет Хорошо готова Атака Как вариант Иначе Я не совсем Понимаю Зачем тогда Стоило пикать Карту Трейн Хотя могли бы Спросить меня И я бы сказал Что против команды Ройл флаж Лучше не пикать Карту Трейн Потому что Они ее Умеют играть Хорошо Но это такая Инсайдерская информация Которую Далеко не каждый знает 6-5 Дорогие мои друзья Пользу на этот раз Белорусского паблика Теперь снова Парни в атаке Врываются вперед Если бы ты сказал Что Хайрат Киллер Выиграли Я бы офигел А так все по старому Хорошая поддержка Юра Хорошая поддержка Влади Липс В очередной раз Энтри фраги В очередной раз Разменов от коллектива РВ-18 Не поступает Такое ощущение Что они начали Немножко побаиваться Своих соперников Потому что Ушли в более Закрытую оборону Если так можно Конечно выразиться Позиции все чаще Становятся Далекими от точек И далекими От ближних приемов Оппонентов Что естественно Будет влиять На На процент Владения Картой Который Неумолимо Будет стремиться К огромной Цифре За коллективом Белорусский Паблик И выбивать Соперника Который владеет Почти всей картой Всегда будет Очень проблемно То есть нет Практически Никаких Разменов Если кто-то Погибает То его Тиммейт Либо не Разменивает Либо попросту Уходит Погибать Сам При попытке Размена Ну Попытка Размена Это конечно Хорошо Но нужно Все-таки Доходить Я считаю До Приблизительно Равных Ситуаций И уже там Демонстрировать Все свое Мастерство Ну разумеется Большинство Из раундов Которые мы Видели с вами Которых РВ-18 Проиграли Ничего себе Блин Как это жестко Слушай Я даже понять Ничего не успел Они просто За секунду Развалили Все Я голову Опускаю на телефон Понимаю голос Минус 4 Я только Начинаю Рассказывать Мысль Такое Излагаю Излагаю Бах Щелчок Все Доизлагался Ну молодцы Вот теперь РВ-18 Как раз сыграли В ту оборону Про которую Я и говорил То есть Более агрессивные Позиции Чуть-чуть Притесняющие Игроков Атаки Естественно Приведут к тому Что перестрелки Будут происходить Чуть-чуть раньше Но они будут Происходить в удобных Ситуациях Для игроков Обороны И этим РВ-18 Должны пользоваться Увы и ах Но первая половина Уже близится К своему завершению Поэтому РВ-18 Долго пользоваться Этим не сумеет Но хорошая аркада От феера Тем не менее Опять же Где Разменное звено Которое должно Разменять Оно находится В зигзаге Но зигзаг Отрезали смоками И в таком случае Звену нужно было бы Смещаться Сайзекс И Филимонов Пришли на ретейк А тут еще и Леончик И вот вам Я не знаю Стопчик Как бы хорошо Не играл Но четверых оппонентов На трейне На Б удерживать Это практически Невозможно То есть Это такая задача Для Не пятого класса Совсем Как говорится 7-7 Оп Оп И еще раз Пот А еще В догонку Боль Кровь И слезы Потому что Этот Матч Еще более Непредсказуем Чем первый Первый матч Закончился На счете 16-14 Ну а первая половина Там была 9-6 Здесь же у нас Будет 8-7 Что как раз таки Я хотел увидеть На пускане Но окей Увижу здесь Леончик Со снайперской винтовкой Играет на точке А Ну а на точке Б Позицию снайпера Занимает Сайзекс Тем временем Филимонов Погибает От рук Снупчика Хорошая хаешка Под Леончика На 33 Лайфбара Процента Есть ли ссылка На другие стримы Есть в описании Канал Сергея Вы можете перейти туда И там найти Стрим Вот ребята Зантичит Вот так вот Дорогие мои друзья Игроки обороны Вот вовремя Бо схватились И всю первую половину Бо играли Так как играют сейчас Я думаю Проблем таких В плане такого счета Уж точно не было Минус от фира 8-7 В пользу команды РВ-18 Парни все-таки Смогли выиграть Первую половину Правда Конечно Счет Не совсем Страх внушающий В сердца соперников И сразу Переберут Справятся Да Если первый Пистолетный Сейчас окажется За командой РВ-18 То будет Очень и очень И очень Страшно За команду Белорусский паблик Потому что Там будет и буст Буст по морали Во-первых Во-вторых Буст по экономике И по девайсам Как следствие То есть Я не знаю Конечно Но Я бы сделал Ставочку На команду РВ-18 Ну либо же На минимальную победу За командой Белорусский паблик Однако Как я вижу В пистолеточке У РВ-18 Сложности еще больше Чем в первой половине И это наталкивает На тревожные мысли К сожалению Ну Аркада Это уж прям Совсем здесь неуместно Ну куда лезут Сейчас парни Белорусского паблика Эксплигер Отличное наказание Для своих соперников Приберег Два минуса С бирстов Но к сожалению Теряет тиммейт И остается Один против троих То есть Тут только Эйс Может помочь Команде РВ-18 Выиграть Слаб девайса На юс Наглец Просто Наглец Черт возьми Вот это да Еще один хор Очень круто Очень круто И качественно сыграно Игроком С никнеймом Эксплигер Но к несчастью Все таки Не удается Дожать своих соперников Честно В этом моменте Мне бы хотелось Увидеть Эйс Потому что Это было бы просто Сновсшибательно И здорово Но к несчастью Совсем Чуточку Беда И Леончик Аж с сервера Вылетел От горя По всему Чем он слезет Там По инзеру Сядь За него Играет Все нормально Будет Да Сейчас будут Замены Прямо на ходу Ну что Оборона Естественно Принимает Экономический Выпад На точку БМ От белорусского Паблика Леончик Возвращается На сервер Поздравляю Команду РВ18 С тем Что они Все таки Продолжат В полном составе Но будет Очень сложно Почему вы стримите Только свои команды Ой боже мой Сергей Товарищ Сергей Ну мы же уже С вами говорили Это не наши команды Те команды Которые Начали играть Мы начинаем их стримить Да Для этого мы стримили Впервые Полит Геймерс Впервые Почему-то вы Такого не спрашивали Тут снова Пошли на РВ Чтобы вчера Снова спросили Все куплено Думаете так же Все куплено Все проплачено Дорогие друзья Просто открываем Тайну Срываем покровы Все Все проплатили Мы уже более того Даже знаем Кто первое место Заберет Все расписано Отмывание денег Все такое Круговорот в природе 10-8 Дорогие друзья В очередном раунде РВ18 Тоже не смогли Ничего вменяемого Нам такого Интересненького Показать Но Зато закончилась Череда экономических И вот сейчас С девайсами Я думаю Будет сжогово Будет сжогово Причем настолько Интересное Что ух Дух захватывает Ну давайте смотреть Вооруженные Гранатами Ребята из РВ18 Отправляются Прямиком По срочку Б Немного Их останавливает Хаешка И Аркадий Игрок Конечно Бомбу Самая главная задача Типа сейчас Потому что У них Будет плюс Единственный Единственный Матч Который Стартанул Так как У нас Была здесь Заминка Команды Пытались Немножечко Помошнить Своих Соперников Из Четырех Четверть Финальных Игр Началась Только Одна Дальше Беда Ну собственно Выбора У нас Кого комментировать На самом то деле Даже банальной Не было Хорошие Две Флешечки Под игрока 228 Заставляют Его Выдавиться Так скажем С позиции Ну а теперь Дымом Позиция На шестой линии Все таки Отгораживается Перестрелка Которого Выигрывают РВ18 И давление На точку А Ух ты Леончик Здравствуйте Один хп Остался После отличного Выстрела Непонятно Кого И непонятно Откуда Вообще Непонятно Что сейчас Было Но было Прейдауны От игроков Обороны Лигар Остается Один Хочет По вагонам Акигорный Козлик Ух ты Вот это Да Но неужели Сейчас будет Реализация Того Что мы Не увидели В пистолетном Реализация Боже мой Боже мой Он Пробил Слушал До Парашюта Кошмар Что вообще Сейчас Было Богдан Спасибо большое Донатик Живи Беларусь Пишет Богдан Вот так вот Просто какая-то Жесть Что происходит Ой Ладно Это трейн Как я много раз говорил Практически На каждом Моем стриме Кто-нибудь На трейне Да разобьется Упав с вагона Не уследив За своим Лайфбаром Это пока что К сожалению Нормальное явление Тем более Сейчас турнир Ребята волнуются Не будем Ужесточать И прям вот Сгущать Туч Ну Упал Разбился Ничего страшного Страшно конечно Что раунд проиграли Вот это страшно Факт того Что он разбился Ну бывает А мог сделать камбэк Если убил ОП Мог бы Да И это было бы Очень уместно Сейчас для коллектива РВ18 Так как был бы Ничейный счет 10-10 Плюс экономика У соперника Возможно Минус экономика И даже невозможно А скорее всего Минус экономика И конечно Сейчас было бы Проще забрать В таком случае Одиннадцатый Теперь придется Камбэчить А камбэчить придется Ой как непросто Потому что Игрок 2-2-8 Делает два минуса На приеме Спота Б Третий минус От игрока 2-2-8 Сбирается наверх На него Просто наголово Ему спрыгивает Телегонов Кнопчик Федрайт Сайзекса Следом И Филимонова Вот вам Дамы и господа К несчастью Ошибка Казалось бы Не такая Уши серьезная Да Но подумаешь Упал с вагона А вот как Все поменялось Сейчас бы соперники Принимали точку С пистолетами И Вероятнее всего РВ18 Выигрывали браунд И делали бы 11-10 В свою пользу Но Теперь Мы видим 12-10 12-9 Прошу прощения И этот момент Хоть и веселый Но отчасти Он на самом деле Конечно же Грустный Кстати Учитывая счет Встречи В матче Табор цыган И страна дураков Я как понимаю Вообще ребята Только сейчас что ли Играть начали Там еще 3-1 Только Вот это да Ну кто-то у меня там Кстати про цыган Спрашивал Вот могу сказать Цыгане Против страны дураков Пока что проигрывают Со счетом 3-1 Ну только началась Пауза от коллектива РВ18 Подходит к своему Завершению Будет ли вторая Не будет вторая Одной видимо достаточно Ну если было Была острая необходимость Что-то Обсудить В принципе Минуты достаточно Для того чтобы понять Стратегию на парочку Ближайших раундов И в принципе Раскидать Что где как Кто Держит Так РВ18 Приняли решение Разыграть Точку А Видимо пока что Мне так кажется Владеливс Разменивается Сотни Леончик Отличный Хэдшот Из-под вагона Минус Левковец И вот вроде бы Пауза Та самая ситуация Когда пауза Пошла на пользу Коллективу Ух ты Снукчик Отлично принимает Из смоков Своего соперника Но это пока что Еще не повод Радоваться Снукчик забирает Сайзекс Остается с Леончиком Один на один А у Леончика 57 хп И Ноги в руки И побежал Как говорится Богдан Хорошо Сейчас обязательно Задам этот вопрос Сергею Но не гарантирую Что Сергей Ответит на него Могу еще обидеться Да Вот так вот Ну нет Там обидного-то На самом деле Ничего нет Такой обычный Дефолтный Люблю сарказм Правильно Правильно Нет Это очень круто Чувство юмора Это всегда хорошо И оно должно быть Обширным Нужно быть Как самоироничным Так и понимать Юмор различных людей В различных вопросах Чешусь Там типочки улит Блин Кнопчик забирает Леончик И раунд заканчивает Черт возьми Не дождался Буквально секунды Там типочки улетели С турнира За то что взяли Три плюса в Тиму Спроси об этом у Сереги Что там Я не очень понял На самом деле Ты же как бы задал По сути риторический вопрос У тебя же прям в нем И ответ был Еще раз Можем вопрос озвучить Там типочки улетели С турнира За то что взяли Три плюса в Тиму Спроси об этом у Сереги Что там Там три плюса Которые в Тиме Вот я про что и говорю Вопрос С ответом Внутри себя Ладно Понятно Ну в общем Что Ребята взяли плюсов И поехали Как говорится В лес Зарих Никаких Турнирчиков Отдыхают Пусть ребята И попадают Еще и в черный список То есть Не смогут участвовать На ближайших турнирах Эксп Лигр Минус игрок 2-2-8 А вообще Здесь не только Минус Эксп Вернее Не только минус По игроку 2-2-8 Там еще и Рафляночка погибала Но суть не в этом Суть в том Что раунд От команды РВ оказался В очередной раз Далеким от идеала И я вот Сказал Что ребята Хорошую Достаточно Сделали Паузу И Здорово Все обдумали И поняли Что там и как Но оказывается Что все Не очень так-то ушли То есть Пауза Не пошла На пользу А в действительности Как вы видите Рафляночка Ну просто Трипл килл Бегая в апдаун Четвертый Едва не залетел У Сайзекса Осталось 14 хп Но его все-таки добили И Филимонов Просто в шоке Где Говорит Мои товарищи По команде Я иду за ними Минус от игрока 2-2-8 И это 15-9 Как следствие Матчпоинт Одного раунда Будет достаточно Белорусскому паблику Для того Чтобы выйти В полуфиналы Но команде РВ-18 Еще тащить И тащить И тащить Причем Только до допов Победы здесь быть Пока что не может По крайней мере В основное время Ну и бай Разумеется На последний день По-другому Тоже нельзя Сайзекс Выбегает с апдауна Выбегает Кстати первым Но тиммейты Сзади есть Чтобы в случае чего Разменяться Перестрелка с шестой линии Оказывается Выигрышный Для белорусского паблика А следом Снупчик Еще и Леончика Забирает Но начало раунда Очень плохое Реабилитироваться Будет очень сложно И зря Разыгрывается сейчас Быстрый раунд От атаки Стоило бы Все-таки Сыграть его Более Саевого И тогда Наверняка Не было бы Такого результата Но 16-9 Факт остается Фактом Команда РВ-18 Покидают Турнир И получают Свои 15 долларов За места С 8 по 4 Включительно Нет С 8 по 5 Включить Простите Вот Ну и что И все И карточка На этом закончилась Тут добавить Больше пока что